Доброе утро! С вами Васильева Галина, тренер Орловской Федерации УШУ. В сегодняшнем выпуске я хотела бы затронуть тему, актуальную как для спортсменов, так и для обычных людей. Как укрепить суставно-связочный аппарат наших колен и как увеличить и сохранить силу и выносливость мышц ног, особенно в тех случаях, когда противопоказаны динамические нагрузки. В качестве основного упражнения сегодняшней тренировки я выбрала базовую позицию УШУ, которая называется МАБУ. Выполнять мы эту позицию будем в статодинамическом режиме. Данный режим характеризуется медленным темпом исполнения, небольшой амплитудой движения при полном напряжении рабочих мышечных групп. Но вначале важно выполнить разминку. Поскольку нагружать мы будем ноги, мы выполняем разминку для мышц бедра, голени. Поставьте ножки на две ширины плеч, стопы располагаем параллельно друг к другу. Ручками захватываем свои стопы и опускаемся вниз, коленочки разводим по сторонам, ручками стабилизируем положение колен и выполняем короткие пружинищие движения тазом вперед. Хорошо, несколько пружиночек. Далее выпрямляемся вверх, вырастаем вверх спиночкой, нижними ребрами тянемся вперед-вниз, растягивая хорошенечко заднюю поверхность бедра и подготавливаем ее к нагрузке. Хорошо, опускаемся вниз на колено и растягиваем переднюю поверхность бедра, захватываем стопу на себя плотненько. Угол захвата добавляет нам, меньший угол захвата добавляет нам степень натяжения мышцы. Тазом пружиним вперед, слушаем свои ощущения, как у нас летянулась мышца квадрисус по всей длине. Отлично, короткая пружинка добавляет нам тепла и эластичности в мышцу. Хорошо, растягиваем заднюю поверхность бедра. Вот таким упражнением важно носочек направлять на себя. В этом случае замечательно протягиваются подколенные сухожилия, крестообразные связки и вся группа мышц задней поверхности ног. Спиночку держим прямой. Повторим то же самое, в другую сторону. Итак, захватываем на себя стопу, таз вперед направляем. И регулируем степень натяжения короткими пружинками, согреваем мышцу связки. Отлично. Носочек на себя, выпрямляем колено. Довольно-таки неприятное ощущение, но оно того стоит, чтобы иметь здоровые связочки, сухожилия и, конечно же, суставы. Столь важные для каждого человека. Отлично. Ну вот мы подготовили наши ножки к работе. И сейчас, собственно говоря, само упражнение Мабу. В ушу это важная основная позиция. Стопы располагаем на две ширины плечи, параллельно друг к другу. Спинку на протяжении всего упражнения держим прямой. Чтобы контролировать лучшее положение спины, мы ручки располагаем перед собой, либо захватываем в замочек. Опускаем таз на уровень колен. Вот так. Коленочки строго в направлении стоп. Для начинающего уровня подготовки рекомендуется стопочки все-таки располагать в открытом положении, 45 градусов. Соответственно, колени будут разворачиваться также в направлении стоп. Важно, чтобы бедро было параллельно полу. Сейчас у нас мышца хорошенечко напряглась. И мы начинаем выполнять статодинамику. То есть немножечко приподнимаемся, буквально 10-20 градусов и опускаемся снова в исходное положение. Здесь нисколько важен количество повторов. Темп медленный. На количество повторений не ориентируемся. Здесь важно выдержать время. Не менее 30 секунд. Стараемся потерпеть. Важным критерием эффективности этого упражнения будет ощущение сжения, которое сейчас начнет возникать в ваших мышцах. Поскольку мышца напряглась, кровь туда не поступает. И начинает активно вырабатываться молочная кислота, которая создает такое неприятное ощущение. Ну, как только вы закончите выполнять это упражнение, за одну секундочку все быстренько пройдет. И все будет хорошо. Итак, потерпеть. Желательно сработать до отказа. 30-60 секунд. 30 секунд. Матси. Встаем. После выполнения первого подхода важно в перерыве, который у нас будет продолжаться 30 секунд, подтянуть рабочие мышцы, чтобы кровь беспрепятственно проникла во все клеточки, во все участки наших мышц. Ну что ж, 30 секунд примерно уже завершились. Вы можете по таймеру работать. Следующий подход. Выполним то же самое упражнение. И я расскажу немножко о биохимии. Что же происходит в наших мышцах. И за счет чего достигается здоровительный эффект для наших связок и сухожилий. Ну что, принимаем положение мабу. Коленочки открыты. Бедро хорошенечко нагружено. И начинаем делать короткие подъемы и опускания вверх-вниз. Так, мышца напряжена. Мышечные волокна сейчас временно увеличены в размерах. Соответственно, они передавливают кровеносные сосуды и кровь перестает поступать в мышцу. А в условиях нехватки кислорода вырабатываются продукты распада. В частности, ионы водорода, которые считаются основным фактором для синтеза новых сократительных мышечных волокон, мышечных клеток, для развития новых кровеносных сосудов, способствуют формированию большого количества нервно-мышечных связей и способствуют развитию соединительной ткани. А как известно, связки и сухожилия – это и есть наша соединительная ткань. Отлично, мы заканчиваем упражнение. Потрясем ножки, прохлопаем. Вы можете сделать все эти манипуляции, которые способствуют как можно более быстрому снятию напряжения и боли в мышцах. Ну что, в конце несколько слов по дозировке выполнения этого упражнения. Для лиц с хорошей физической подготовленностью, для спортсменов, если режим дозировки подберет ваш тренер, если вам не удается за 30-60 секунд получить хорошее стойкое ощущение жжения в мышцах, что является главным критерием эффективности работы, добавьте дополнительный вес, либо используйте эластичный резиновый жгут, который добавит вам дополнительное сопротивление на подъемах. Ну что ж, делайте свои тренировки разнообразными. Не забывайте про статодинамические и статические упражнения, ведь именно они делают наши связки с суставой крепкими и здоровыми. Занимайтесь регулярно спортом, физической культурой. Будьте здоровы, желаю вам хорошего дня. С вами была Васильева Галина, тренер Орловской Федерации УШУ. До свидания.